Учителя года сегодня выбирали после финального третьего этапа конкурса, который проходил в Театре имени Станиславского. Как учителя справлялись с волнением и выступали на заключительном этапе, узнавала Альмира Кужахметова. Ежегодно Управление образования Карагандинской области проводит конкурс «Учитель года» среди учителей общеобразовательных школ городов и районов, областных организаций образования, при активном участии педагогической общественности, профсоюзов работников образования и других организаций в Театре имени Станиславского прошел третий заключительный этап конкурса, где состоялось торжественное награждение победителей. Принимаю участие в этом конкурсе первый раз. Конкурс профессиональный, он позволяет выдвигать нас выше-выше, то есть развиваться, стремиться вверх, инновационно развиваться, показать себя с лучшей стороны, где я могу показать себя во всем разнообразии. Мне победа не нужна, не важна. Я очень рада, что я просто участвую, я принимаю участие. Для меня честь, просто честь принять участие в этом конкурсе. Целью конкурса является повышение статуса педагогической профессии, демонстрация педагогического кредо и личностного потенциала участников, стимулирование профессионального мастерства учителей. Конкурс состоял из трех этапов. На первом этапе педагоги показали свое мастерство на уровне районов и городов. Во втором продемонстрировали уроки и внеклассные мероприятия. А в третьем этапе конкурса примут участие по одному педагогу из специализированных школ. В финал вышли 11 учителей. Ну, конкурс вообще это замечательное дело, потому что конкурс дает возможность проверить учителю себя. Это тот случай, когда ты можешь увидеть свой рост, на каком ты уровне находишься. Ты можешь поделиться своим опытом. И, естественно, конкурс – это возможность увидеть много нового, перенять и произойдет обмен опытом. Но конкурс – это одним словом движение вперед. В составе жюри ветераны педагогического труда, члены Совета общественности, директора организации образования. Они определили четырех победителей и четырех обладателей номинаций. Лучший урок, лучшее внеклассное мероприятие, лучшее домашнее задание и приз зрительских симпатий. Победители и призеры конкурса были награждены грамотами и денежными призами.